А Феврония она кто? Она дочь древолазца была, бортника, тот кто мед собирал. То есть ну крестьянка, простолюдинка. И как мне князю взять в жены ее? Это человеческое такое понимание. История правоверных князей княгини Петра и Февронии издавна служит ориентиром для всех любящих супругов. Не случайно именно этих святых считают православными покровителями семьи. 8 июля в День их памяти россияне отмечают День семьи, любви и верности. В Захаровском храме, освященном в честь благоверных Петра и Февронии Муромских, прошла культурно-просветительская встреча-лекция для представителей старшего поколения. Семья – это основа общества, основа благополучия, основа долгосрочного счастья. Поэтому именно хочу всем пожелать, чтобы в семьях у нас было добро, тепло, здоровье, успех. В семье должно быть все самое главное. Учитывая все еще действующее ограничение, встреча получилась камерной, без большого числа участников. Но именно это позволило провести ее в небольшой церкви. Деревянный храм в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских был возведен в 2014 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Бревенчатое здание строили по всем правилам деревянного зодчества из леса, срубленного в Архангельской области. Очень символично, что мы встретились именно в Захарово, поскольку один из немногих храмов, имеющих такое название, в честь Петра и Февронии, находится именно здесь. Храм небольшой, очень уютный, добрый и теплый. Особое настроение создавали букеты ромашек. Именно эти цветы являются символом праздника. В завершении встречи организаторы пожелали каждой семье доброты, уюта и мира.